Военный обозреватель Давид Шарп сегодня с нами. Давид, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Скажу сразу, что сегодняшние события были для нас достаточно неожиданными. Дело в том, что сегодня ночью террористическая армия России осуществила 81 пуск ракет по Украине. Главнокомандующий сообщил, что кроме них по мирным городам было 8 пусков еще и дронов. Мы их все хорошо знаем, шахеды 136 и 131. Силы противовоздушной обороны сбили 34 крылатых ракеты ИС-48. 8 управляемых ракет. Из них это было Х-31П и Х-59, а также 4 беспилотника. В результате российских обстрелов в одном только Харькове было около 15 взрывов. Бьют, как обычно, по энергоинфраструктуре. Есть попадание в жилой дом. Город частично обесточен. У некоторых проблемы с водоснабжением. Во Львовской области ракеты попали в жилые дома. Уже на данный момент погибло пятеро. Вследствие обстрелов Киева пострадали объекты энергоструктуры. Загорелись авто во дворе жилого дома. Ну и начались отключения электроэнергии и интернета. Хотя на данный момент уже все восстановлено. Есть пострадавшие. Всего атаковано 13 городов. Среди них также Одесса, Житомир, Днепр, Кривой Рог и другие. Из-за ночных ракетных ударов полностью обесточена Запорожская атомная электростанция. Ну и в Минобороны, или как мы его в Украине называем Министерство убийства Российской Федерации, заявили, что именно так они отомстили за террористические акты в Ибрянской области, где никто не погиб. Массированными ударами по критической инфраструктуре Украины. Давид, что важно сегодня особенно отметить? Почему я говорю, что для нас это было неожиданностью? Потому что достаточно давно россияне готовились, готовились, и не было этих запусков. Сегодня к нам прилетело сразу шесть кинжалов. Я точно не помню, но мне кажется, за время всего полномасштабного вторжения не было шести. Был прилет в Киев, был прилет в Винницу. Ну вот это то, что я сразу вспоминаю. Здесь сразу шесть кинжалов. Гиперзвуковое оружие, очень опасное, очень дорогое. Вообще подсчитано, что порядка 600 миллионов долларов сегодня выпустили в воздух. Что происходит, достигнуты ли цели, и что это за акт возмездия? Как вы себе это понимаете? Насчет акта возмездия, это, конечно же, полная ерунда. Более того, даже в официальной сводке Министерства обороны перечислены объекты, которые являлись целью. Я не знаю, реально ли они являлись целью, но, по крайней мере, заявлены. И предприятия военно-промышленного комплекса, и военные объекты, и много чего, что непосредственно должно иметь отношение к военному потенциалу Украины. Так вот, тут интересно и смешно одновременно задаться вопросом. Значит, без возмездия они по вот таким важнейшим целям, которые они сами, собственно, и заявляют. Неужели они не наносят удары, а вот только когда Украина спланировала вылазку в Брянскую область, значит, вот только в этом случае они решили ударить по средствам переброски резервов, по военно-промышленному комплексу и так далее, и так далее. То есть это же, конечно, просто домыслы. Более того, стоит отметить и тот момент, что если они целую неделю собирали возможность, собирали силы для того, чтобы осуществить акт возмездия за вот то мероприятие, которое имело место быть, по-моему, 2 марта, то, по крайней мере, значит, у них кое-что с количеством средств. Значит, поэтому это скорее направлено вот это вот сообщение, заявление о возмездии, это скорее для внутрироссийской аудитории, то есть показать, что именно мы отомстили за случившееся на Брянщине. На самом же деле это, естественно, часть российской стратегии, которой они передерживаются с 10 октября минувшего года. Я, честно говоря, должен был сказать, что неожиданным эта атака не должна была быть для украинцев, по той простой причине, что, несмотря на перерыв довольно длительный, не было свидетельств, что Россия отказалась от стратегии выбранной, а именно удары по украинской критической инфраструктуре в основном энергетике. А поэтому такого удара следовало ожидать, и здесь все упиралось, по всей видимости, в накопление средств, так как средств ударных не так уж и много, выпускается, я имею в виду производство, видимо, несколько десятков в месяц, пока нет свидетельств того, что это число выросло. И поэтому при темпах производства нескольких десятков в месяц и расходования последних запасов, которые были накоплены, количество ударов массированных естественным образом падает. Однако, пока они не отказались от этой стратегии, она будет осуществляться, по всей видимости. Украина выиграла важнейшую зимнюю битву за свет, и это огромное достижение и ПВО, и тех, кто ремонтировали поврежденные объекты. Однако война за свет, по всей видимости, продолжается, я так это называю, и сегодняшняя атака была тому свидетельством. Шесть кинжалов, по всей видимости, это первый случай единовременного применения такого количества, но объясняется это, скорее всего, тем, что, возможно, просто производство имело место, и, соответственно, просто выпустили таких ракет больше. Они были штучные. Всегда считалось, что это штучные изделия. Сделали больше, появились. Почему бы не поразить ими те или иные цели? Тем более, что это та самая ракета, которую ПВО почти не может сбить. Нынешние средства ПВО Украины почти не имеют шансов ее сбить, кроме, возможно, каких-то случайных сценариев. И насколько она точна, и насколько успешно было и поражение целями и кинжалами, мы не знаем. Естественно, это знают украинское командование. В целом же, я так понимаю, атака частично своих целей достигла. То есть ряд объектов поражены, естественно, далеко не все, и слава Богу. Я хочу сказать, что у меня сегодня, например, пропало отопление в квартире, но в Киеве плюс 10, завтра будет плюс 15. Мне только жалко девятерых украинцев, которые сегодня вследствие этих обстрелов погибли. Здесь самое главное всегда, Давид, перейти к тому, что у нас же как бы война на фронте, надо воевать не с гражданскими, не с нашим населением, потому что наши энергетики показали, что они достаточно быстро, особенно с помощью наших партнеров, восстанавливают. Ясно, что за этим стоят миллионы долларов, множество-множество запчастей, которые нам передавали для того, чтобы восстанавливать нашу энергетическую систему. Но самое главное, что она работает сейчас как часы, и сбои, если и происходят, то все это очень контролируемо. А далее мы переходим, а что вы добились? То есть всегда надо искать, вы должны были чем-то помочь вооруженным силам Российской Федерации. Как-то выиграть им время, стратегию, позицию. То есть воевать за гражданскими, это очень плохая идея, потому что украинцы, они злые, и мы все злые, и нас очень много. И мы каждый раз, вот это можно посмотреть по статистике, после каждых ракетных обстрелов у нас только взлетают донаты на вооруженные силы Украины. Вот как мы реагируем. Можно это как-то привязать? Есть смысл к тому, чтобы искать победы на фронте? Об этом сегодня отчитывалось Министерство обороны. Они занимаются войной. Чем эти обстрелы им помогли? Это я, с самого счета, всегда нужно пытаться для оценки действий той или иной стороны, постараться поставить себя на ее место, как бы это иногда ни было неприятно. Вот я неоднократно пытаюсь поставить себя на место принимающих решения в России, не находил. То есть я нахожу, естественно, с их точки зрения доводы за подобную стратегию. Однако я всегда считал, что такая стратегия неправильная и вредит России в большей степени. И можно повторить эти несколько тезисов. Она, скажем так, доводы за примерно следующие. Начнем с доводов за. Это экономический ущерб. С Украиной ведется, если не тотальная война, но войны с элементом тотальной. Так вот, эти удары наносят серьезный экономический ущерб Украине. Они по замыслам России должны были способствовать массово, при большем успехе, массовому бегству жителей Украины или за рубеж, или в другие западные районы страны и коллапсу экономики, или хотя бы частичному коллапсу экономики. Это, по их мнению, могло бы поспособствовать взговорчивости Украины на переговорах или тем или иным подвижкам на фронте. С точки зрения военной, это два момента. Первое, это некая задержка в той или иной степени каких-то военных производств. Ну, допустим, отрубили электричество на каком-то заводе, где что-то ремонтируют, и вот он не работает. Хотя я лично считаю, что украинское командование и руководство должны были генераторами обеспечить, и я думаю, что так оно и есть, в первую очередь такого рода предприятия, чтобы для них это, по сути, не было значимым, телеудары. Ну и, наконец, это отвлечение ресурсов украинских военных. Это достаточно серьезный фактор. Например, для организации ПВО приходится массу кадров, которые могли бы быть задействованы на других направлениях и в других сферах, перекомандировать на ПВО. Более того, закупки вооружения переориентируются на ПВО, не закупки, я имею в виду получения от Запада и так далее, и так далее. То есть тут есть, безусловно, отвлечение важных ресурсов. Тех же систем ПВО от фронта в тыл есть. Однако эти эффекты, на мой взгляд, гораздо слабее отрицательных. Отрицательных с точки зрения России, а это дикий рост помощи Запада, военной помощи Запада в первую очередь. Все эти удары, в том числе, когда попадало особенно по мирным гражданам и по домам гражданских, в этих случаях Запад всегда был даже невольно, но вынужден был повышать помощь Украине, в том числе и в ПВО, усиливать ПВО Украины. И этот процесс идет, и, по сути, Россия стимулировала массово военную помощь Запада вот этими своими действиями, не добиваясь серьезного военного эффекта. Это первое главное. Второе, конечно, это мотивация. То, о чем вы говорили. Дело даже не только в пожертвованиях, которые возрастают, в том числе, кстати, от граждан всего мира, а не только от украинцев, во всех этих случаях. Но и мотивации украинских военных, которая, как бы так, будучи в целом высокой, как правило, возрастает после таких атак. Ну и, наконец, о сговорчивости, которую украинского руководства или Запада, на которую, по всей видимости, в России в той или иной степени надеялись. Но пока о ней говорить нечем. С их точки зрения, естественно. Просто как точку поставить в этих ракетных обстрелах, которые я еще раз подчеркиваю, что мне исключительно, что жалко это своих людей. Я понимаю, что все остальное отстраивается и возобновляется. Сейчас уже майор Киева, Кличко, он говорит, ну вот подключает уже к теплу все, то есть к вечеру. Как бы это странно не было, но мы не будем ощущать эти последствия сегодняшних ударов и пойдем просто двигаться дальше, потому что война и борьба продолжаются. Тем не менее, основные усилия враг продолжают сосредотачивать на ведении наступательных действий на очень хорошо нам знакомых направлениях. Это Купинский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак. На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают безуспешные штурмовые действия. В направлении города Бахмут вражеские обстрелы за последние сутки подверглись более 10 населенных пунктов. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелами подверглись более 30 населенных пунктов. Я вас хочу спросить, знаете о чем? Мы с вами уже неоднократно проходились по этим направлениям. Вот у нас есть условно 5 ключевых точек на фронте. Мы понимаем, что самые большие бои сейчас, конечно же, продолжаются на Бахмутском направлении. То, что фронт вот настолько в плохом смысле стабилен, то есть нет никаких других продвижений. Я подчеркиваю сейчас все-таки с двух сторон. Не украинская армия, мы пока никуда не двигаемся, мы только готовимся к контрнаступлению. И тем более наш враг. О чем это говорит? Это нормально для этого условно? Сезона, времени? Мы все немножко застыли в предвкушении и в ожидании? Или это история, когда, ну вот враг, я не знаю, справедливо ли говорить о равной силе, поэтому никто не может пока противоборствующую сторону победить? Боевые действия — это в первую очередь реализация возможностей имеющихся на данный момент. Значит, если в какой-то, на текущем отрезке времени стороны не могут, не то что реализовать задуманное, в данном случае реализовать задуманное не может Россия на большинстве участков своего наступления, как минимум, у украинской стороны задуманное, по всей видимости, лежит несколько в другой плоскости. Это в первую очередь на данном этапе — это оборона. И поэтому создается не только впечатление, а реальная ситуация такова, что на фронте нету движения при успешной обороне. Естественно, готовятся контрнаступательные операции, осваиваются вооружения, полученные с Запада, и резервы, которые в том числе перевооружаются на эти системы, занимаются боевой подготовкой. Поэтому в данном случае задуманное, а задуманное можно говорить с какой-то отсрочкой. Я имею в виду, что можно оценить, что это от середины или конца апреля и далее у украинцев будет готовность использовать то, что было получено и получается буквально в эти дни. А вот за такое вот война на истощение, такой война на истощение и стационарный фронт — это ситуации, знакомые, очень знакомые из истории войн, в том числе и Второй мировой, и Первой мировой, или, например, той же Корейской войны. Иногда это связано с отсутствием у сторон возможности реализовать. Однако стороны эти возможности накапливают и попытаются создать. В том, что это происходит с украинской армией, сомнений у меня практически нет. Однако российские планы тоже не стоит сбрасывать со счетов. Сегодня их возможности — это локальные, массовые, такие постоянные локальные атаки с целью вывести украинскую оборону из баланса и создать какое-то преимущество, и добиться какого-то успеха. Возможно, они постараются ввести в ближайшее время те или иные резервы. Погода тоже очень серьезный фактор. Знаете, когда распутится на лицо, то вне асфальтовых дорог, собственно, по полям передвигаться, неважно, любой стороне крайне проблематично. Это ставит серьезные препятствия перед реализацией любых планов, требующих маневра. И сегодня это же погода. Поэтому каждая сторона, которая принимает решение о каких-то наступательных действиях, должна этот фактор учитывать. Я так предполагаю, что это и происходит. Ну а Россия, ко всему прочему, должна учитывать фактор того, что украинцы готовят наступление и, собственно, в том числе беречь те или иные резервы или козыри, которые у них имеются, беречь именно для этой ситуации. Тогда я, знаете, Давиду, здесь хочу еще вспомнить слова Пригожина. Снова и снова он там какую-то очередную свежую аудиозапись записал. Он рассказывает о следующем. Его не пускают в Минобороны, как будто бы все, пропуская, ему заблокировали. И, как обычно, вагнерцев лишили спецсвязи и, собственно, остается проблема с боеприпасами. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это история с тем, как пытаются расправиться со своим врагом Герасимов и Шейгу внутренние войны. Все это ясно. С другой стороны, мы пытаемся разобраться, действительно ли наступил момент снарядного голода, о котором нас предупреждали западные аналитики. Тогда разведка говорила, что это должно было быть, условно, декабрь-январь 2022-2023 года. Сейчас у нас март. Если учитывать ситуацию на Бахмутском направлении, ну, они прямо атакуют, там все у них работает. Точно так же они продавливали солидар. Точно так же, конечно же, они используют все эти снаряды, всю свою технику по тем направлениям, которые я выше упоминала. Так есть у них уже этот дефицит? Или он только намечается? Дефицит, это и есть объективные данные. Дефицит у них есть. Однако надо понимать, что общие стандарты подхода российского к использованию артиллерии предусматривают огромное количество боеприпасов. Так вот, то, что огромное, значительно сократилось, это не значит, что боеприпасов нет. То есть боеприпасов у них имеется производство. Более того, они пытаются кое-что даже закупить за границей. Вот буквально вчера была информация о том, что Иран отправил до 300 тысяч мин, ракет и снарядов. Это, кстати, достаточно немалое количество. Хотя я не думаю, что Иран в дальнейшем сможет поставлять регулярно подобные партии. Однако это вот еще один пример. Поэтому нельзя путать голод с отсутствием снарядов. У России по-прежнему много стволов артиллерийских и достаточно много снарядов. И это количество, тем более, если их концентрировать на неких отдельных направлениях, будет всегда очень существенным, по крайней мере, на неких локальных точках. А на нелокальных все равно у них цифра достаточно высокая. О том, что Россия прекратила производство снарядов или оно резко упало, у нас информации нет. И поэтому надо исходить из того, что они просто меньше или значительно меньше их будут использовать. Однако это все равно большие цифры. Еще один важный момент. На самом деле не только дело в снарядном голоде. Ей голод на стволы. Я подразумеваю, кроме потерь техники, то, что стволы при масс-массированном огне артиллерийском, стволы орудий, тем более старых советских, которые в том числе хранились очень долго в ненадлежащих условиях, они изнашиваются. И вот производство новых стволов, насколько мне удается понять, в том числе из таких компетентных источников, с производством новых стволов в должных количествах, проблема может быть даже острее, чем со снарядами. Но опять-таки, естественно, плохие изношенные стволы, падает точность, падает дальность, ну или вообще они выходят из строя. И тем не менее, нельзя быть излишним оптимистом. У России есть еще достаточно стволов, а голод снарядный не означает их отсутствие. Ох, Давид, это, судя по всему, вы просто не смотрите российские пропагандистские помойки, которые рассказывают, что с одной стороны они воюют со всем блоком НАТО, с Америкой, с другой стороны, несмотря на то, что как им не сложно, они готовятся к тому, чтобы снова оказаться в Берлине, и снова там, как они утверждают, поставить танк Т-90, да, водрузить знамя и так далее. А скажем так, так, чтобы пояснить слова Соловьева, как много или как часто встречается на фронте танк Т-90, учитывая, что мы знаем, они там расконсервировали и легендарнейший Т-34, ну не только, конечно, не только старая у них, это рухлядь на фронте, есть и более современные образцы, но Т-90, это то, что они берегут, как зенец у ока, или действительно они могут массово кинуть их? На самом деле, ну танки Т-90 есть разных моделей, более того, что интересно, на фронте появился, это точно отмечено, танки Т-90, предназначавшиеся Т-90С для экспортных контрактов, в частности, по всей видимости, в Индию. И это пример того, еще один пример, такой косвенный доказательство того, что у России дефицит техники, они вынуждены были перенаправить то, что идет, то, что по контракту на экспорт, возможно, по договоренности, с покупателем, но тем не менее, перебросить на фронт и, по сути, зачистить в армию. Но, как правило, танк Т-90, когда говорят о новейших танках, как Т-90, в первую главную очередь имеется Т-90М, прорыв. Это тот танк, ну такая наиболее кардинальная, назовем это, модификация этой линейки Т-90, каковая, на самом деле, является продолжением линейки Т-72. Когда последнюю модель Т-72 решили так назвать, сугубо из коммерческого подхода. Танки Т-90 не имеются в больших количествах в российской армии, однако они воюют, они неоднократно попадали на видео, украинцы их уничтожали, более того, даже захвачены. И что их берегут, вот так в резерве, боятся именно потерять, я бы не сказал. Они участвуют в боях, более того, есть недавно, была на прошлой неделе публикация, если я не ошибаюсь, в журнале Economist, но в серьезном СМИ западном, которая опиралась, в том числе и на разведывательные источники, как раз о танковом производстве в России. И среди прочего, там была названа цифра, но довольно известная так, о том, что 20 танков в месяц новых, подчеркиваю, это не ремонт и не капиталка, а вот именно производится 20 танков в месяц. Это, кстати, довольно немало. Тем не менее, так вот именно они являются танками Т-90М, скорее всего, вот эти танки с нового производства им, и они, в общем-то, поступают на фронт. Однако, не стоит делать из Т-90М фетиш, они, по большей части, они превосходят, конечно, старые модели, однако, есть у них и свои недостатки, и в любом случае, когда их применяют ненадлежащим образом, они, как и другие танки, становятся своего рода мишенью, не более того, когда они подрезаются надлежащим, да, они представляют несколько большую опасность, но украинские противотанковые средства и вообще огневые возможности вполне способны поражать танк Т-90, по сути, с не меньшим успехом, чем другие машины, поэтому это всего лишь такая деталь, важные объемы производства России танковой техники или их ремонтой. Судя по объему, по тому, что ремонтируется, например, и что посылается в бой, а это, в частности, танки Т-62 и Т-72 и Т-80 самых старых моделей, это говорит о том, что, еще раз подчеркиваю, что производство не успевает за потерями, и на хранении не осталось танков таких более, можно сказать, продвинутых и более совершенных новых моделей, приходится задействовать буквально все оставшиеся вот такие остатки, хотя их не так уже мало этих остатков, и каннибализировать то, что хранится, что опять-таки в идущихся танков. Хотя, опять-таки, видимо, до нескольких тысяч машин они еще способны отремонтировать и на том или ином этапе использовать в боевых действиях. Давид, это принимается? Тогда вот на фоне всех тех проблем, которые мы с вами так или иначе касаемся, еще раз и еще раз мы подчеркиваем, что мы осознаем, насколько большой, мощный враг нам противостоит. То есть, да, мы там подчеркиваем историю с боеприпасным голодом, с танками и так далее. Тем не менее, мне кажется, что у основной части цивилизованного мира нет сомнений, кто победит в этой войне. Более того, мы видим, как в сторону победителя вкладываются западной техникой, которую мы в массовой поставке ожидаем. Тем не менее, возможно, кто-то удивится, а кто-то нет, но Китай считает, что война закончится этим летом. Именно поэтому представили свой мирный план. Но, что важно и что интересно, что ставку ведущей аналитики центра в Пекине они делают на победу России. То есть, они создали некий аналитический материал, в котором подвели итоги для Си Цзиньпиня, что победит обязательно Китай. Здесь, Давид, есть некая точка зрения, что это похожая история с тем, как начиналось полномасштабное вторжение, когда Путина уверяли. Во-первых, крутая армия, во-вторых, Киев за три дня, ну и, конечно, все украинцы будут с большим удовольствием ожидать здесь армию оккупанта. Вот такие ему отчеты рисовали, хотя цифры соцопросов говорили совершенно о другом. Мне вот эта работа аналитического центра в Пекине напомнила именно такой сценарий, и вот они объясняют, что этим и продиктовано создание мирного плана. Что вы скажете? Почему есть некие силы аналитики? Ну, мне кажется, что китайцы имеют передовые технологии, они должны были бы анализировать то, что происходит на фронте, тем не менее, ставку делают на Россию. Они буквально этим летом отдают ей победу, при том, что они вот буквально неделю назад нормально хапанули под угледаром. Мне на самом деле вот этот вот доклад, о котором сообщается сегодня, меня немного удивил, и тут я даже настолько удивил, что я не уверен, что это именно тот доклад, на котором, возможно, такое существует, что это то, на что опирается СИ, председатель СИ, китайское руководство в принятии решений. То есть, возможно, существует, предположу, что существуют и альтернативные мнения, и другие оценки. Сам по себе этот доклад на довольно ошибочную, не то, что довольно, на мой взгляд, но, мягко говоря, сомнительную, на сомнительном фундаменте построен. Что значит победа летом? Военную победу летом и капитуляция Украины выглядит абсолютно, военная победа России до лета, и какая-то именно капитуляция Украины выглядит абсолютно невероятным событием на фоне происходящего. Значит, они, видимо, подразумевали, авторы доклада, что Украина пойдет на мирные, потому что, на мирные переговоры на тех или иных условиях России. Потому что другой какой-либо победы, какой-то либо победе России говорить в нынешних условиях абсолютно несерьезно. Если бы они год назад весной, например, в марте издали бы подобный доклад, это бы еще как-то укладывалось, причем весной ранней, а я имею в виду в первых числах марта, это бы как-то укладывалось здравый смысл. Сегодня они почему-то, авторы доклада, решили, что украинцы пойдут на попятны, потому что другого варианта нет. Это, естественно, не стоит на повестке дня, и поэтому выглядит очень странным. Для меня, если у китайцев принимаются решения именно на основе вот таких вот странных научных работ, научных кавычках, и именно они являются безальтернативным вариантом, то это, конечно, большая проблема. Но в данном случае все просто. Время, уже самое ближайшее время, до лета осталось два месяца, и поэтому время, если китайцы ошиблись в своих оценках, а они ошиблись в своих оценках, то время им покажет эту ошибку уже в ближайшее время, потому что никаких оснований считать, что Украина прекратит сопротивление и пойдет с Россией на реализацию плюс-минус вот этого китайского плана в ближайшие недели, по сути, или два-три месяца, никаких оснований считать нету, поэтому с докладом все будет очень просто. Если он существует, то будет очень скоро выброшен в мусорный ящик, и китайцам придется другие аналитические работы принимать в расчет. Но я, кстати, почти уверен, что эти другие работы существуют, и отнюдь не все уперлось вот в это, вот в это, ну вот этот вот, назовем это, опять-таки, вернемся к определению доклада, о котором мы сейчас говорим. Я думаю, что все посложнее и более профессионально, чем кажется на первый взгляд. Иначе бы я был, я бы удивился, если бы это было по-иному в Пекине. Есть еще одна плохая новость, такая, конечно, маленькая на фоне всех остальных, но тем не менее, плохая новость для российской армии. Десять обещанных Украине танков «Леопард-2», «А-4» переданы сегодня украинской стороне. Об этом заявляют в Польше. Я не уверена, что все десять прямо завтра поедут на фронт, но тем не менее, по чуть-чуть мы это все собираем. Давид, хочу с вами очень коротко, но все-таки успеть обсудить тему Грузии, потому что нам кажется, что вполне возможно в некой степени там мог бы открыться некий второй фронт, пускай хотя бы не в буквальном военном смысле, пускай это будет внутренним или дипломатическим, но тем не менее. В Грузии спустя два дня протестов из парламента все-таки отозвали закон об инагентах, хотя там и не все так однозначно. Тем не менее, акции протестов в Грузии продолжаются. Как сообщил член оппозиционной группы «Гирчи больше свободы» Цотне Каберидзе, новая акция протеста сегодня пройдет в 7 вечера на проспекте Руставели. Отмечу, что вчера на митинг вышли более 40 тысяч человек. Демонстранты требуют немедленного освобождения всех задержанных протестующих, а это более 130 человек, ну а также внесения ясности, как именно власти планируют отзывать законопроект. Вообще, по закону это невозможно сделать, надо только провалить голосование, ну и тогда все это будет сделано. Давайте посмотрим, у нас короткий есть ролик, что происходило вчера в Грузии. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Так, друзья, ну то, что вы видите на своих экранах, это, собственно, столкновение людей, которые вышли на акции протеста, которые выступали против этого абсолютно, ну как его называют, полная копия российского закона об инагентах. Вот, собственно, те, кто были против, они вышли на акции протеста, ну и, конечно, происходили вчера столкновения с правоохранительными органами. И вот это вот, собственно, мы видим сейчас все на своих экранах, там есть и пострадавшие, и люди, которые находились, уже пребывают в больницах и так далее. Давид, у нас, конечно же, сразу же на фоне того, что мы увидели, абсолютный флэшбэк, мы возвращаемся в свой 2013-2014 год, и очень надеемся, что как раз в Грузии не будет пролита кровь, как это было в Украине. Закон пророссийские силы, пророссийский закон. Можно ли ожидать, что какие-то перемены важные проевропейские будут в Грузии все-таки происходить? Нет, я не считаю себя специалистом в грузинских политических реалиях, хотя, конечно, интересуюсь данным вопросом в той или иной степени. Прогнозировать народные протесты, результаты народных протестов, или даже, сказал бы, восстаний, ну пока о восстании, естественно, речь не идет, но тем не менее, я считаю подобное, дело неблагодарное. Революции в разных странах иногда свершались успешно. Я говорю, революции или восстания побеждали иногда так, когда за день и за два до этого настоящие специалисты на такие ситуации не могли близко это предположить. Ну, кстати, отличный пример исламская революция в Иране в 1979-го года, и не только лишь одна она. Поэтому, но потенциал какой-то в Грузии, безусловно, есть. И протестный потенциал, серьезный, и для смены власти. Однако грузины по тем или иным причинам и обстоятельствам, которые в Грузии сложились, голосовали именно за эти власти, которые сегодня. И я не из тех, кто прогнозирует успех смены власти на основании вот только лишь таких событий, вчерашних событий, то, что может, что протестующие окажутся способны смести нынешнюю власть. Все бывает, и исключать подобное нельзя. Однако об этом рано говорить не только как в свершившемся факте, а как в реальной перспективе. То, что есть, это грузинские реалии, а реалии подразумевания, а реалии это власть такого вот пророссийского типа. И с этим что-то делать должны сами грузинские граждане и грузины, когда они для этого созреют. Будь то выборы, или будь то протестные акции, которые могут принять вот такой революционный характер. Но примут ли, я абсолютно не могу прогнозировать. Да, позвольте, я только напоследок вас прошу о факте, который я совершенно не понимаю, потому что на выезде из Грузии в Россию образовались многокилометровые пробки как раз после начала протеста в Тбилиси. То есть, как мы понимаем, на любую акцию протеста, где бы ты ни находился, ты либо хочешь к ней присоединиться, либо не хочешь. Если ты там находишься в Грузии, ну, сидишь себе тихонько в ресторане, дома, где угодно, и никакой опасности нет. То есть, конечно, можно предположить, что эти россияне напуганы тем, что вот тут сейчас точно будут разворачиваться события, как на украинском Майдане. Но, конечно, это вряд ли. Понимаете ли вы, почему акции протеста, не знаю, возможно, дух свободы, в принципе, настолько отпугивает россиян, что они лучше вернутся в Россию, где могут быть мобилизованы, чем останутся в свободной Грузии? Ну, вообще, человеческая психология подразумевает то, что люди боятся, многие боятся тех или иных перемен или боятся рисков. Значит, каждый, естественно, в зависимости от своих убеждений и возможностей из тех, кто оказался в Грузии, решает для себя. Я, кстати говоря, не знаю точно, что там за состав людей, которые покидают срочно Грузию. Возможно, кстати говоря, некоторые, многие из них, это граждане Грузии, которые тоже боятся перемен. Люди от природы своей боятся тех или иных рисков и тех или иных резких движений, которые происходят. Здесь же налицо, безусловно, ну, назовем это, если не говорить языком марксизма, революционная ситуация. Нет, возможно, это не революционная ситуация, но риски, для кого-то это негативные риски, перемен налицо. И, естественно, каждый, кто чувствует опасность, как бы он ее не оценивал, предпринимает те или иные меры предосторожности, в том числе, если для него это выход, бежать в Россию, значит, так они и делают. Таких людей всегда будет достаточно, и всегда в странах, где происходят бурные, масштабные перемены, будут те, кого они не устраивают, и те, кто поторопится сбежать. А особо находчивые успеют сделать это даже раньше, чем такие перемены произойдут. Иногда, кстати говоря, особо находчивые и понимающие оказываются неправы. В том смысле, неправы в том смысле, что ничего не случилось, а их действия оказались, ну, не то что преждевременными, а побег, в общем-то, и ненужным. Ну, тогда у них будет выбор вернуться, либо остаться на новом месте. Это, конечно, очень интересный характер, характер россиян. Первый раз они побежали из России, потому что не хотели там проблем. Второй раз они побежали в Грузии, потому что не захотели там проблем. Ну, вот так вот, собственно, с этим побегом они у нас и будут ассоциироваться. Давид, благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Как всегда, невероятно интересно с вами поддерживать беседу. И спасибо за вашу аналитику. Друзья, военный обозреватель Давид Шарп был нашим гостем.